Новость последних минут. В Минске парафировано, то есть предварительно подписано соглашение об отводе от линии разграничения в Донбассе вооружения калибром до 100 мм. Известия пришли по итогам работы контактной группы. Напомню, с инициативой убрать такую технику, в том числе танки, орудия и минометы, в тыл, по крайней мере на 3 километра, выступили 18 июля руководство самопровозглашенных республик Донбасса. Менее чем через неделю после этого ополчение Донецка и Луганска заявило о выполнении плана в одностороннем порядке под наблюдением ОБСЕ. От Киева ждали ответных шагов. Документ об отводе был уже согласован контактной группы. Далее, по словам представителей Юго-Востока, украинская делегация стала раз за разом вносить поправки, полученные всегда в последний момент. В общем, процесс затягивался, но теперь есть изменения всего за несколько дней до встречи лидеров нормандской четверки. Мы ждем еще подробностей из Минска. Возвращаемся к новости последних минут из Минска. Там парафирован, то есть предварительно подписан документ об отводе в Донбассе вооружения калибра менее 100 мм. Подробности после заседания контактной группы сообщил спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мартин Сайдик. Отвод будет осуществляться в два этапа. Первый этап начнется через два дня после полного прекращения огня и охватит большую часть зоны безопасности в Луганской области. Отвод будет происходить по типу вооружения. Сначала танки, потом артиллерийское орудие, затем минометы. ОБСЕ будет поддерживать выполнение данного соглашения путем осуществления, мониторинга и верификации. Это еще один важный шаг для реализации того, что уже было согласовано в Минске. Я говорю это так, как убежден, что данное соглашение станет существенным вкладом в укрепление режима прекращения огня и минского процесса в целом. В свою очередь делегат от Донецка в контактной группе Денис Пушилин сообщил, что документ вступит в силу сразу после подписания главами республик Донбасса, которым текст привезут завтра. И напомню еще, что уже на этой неделе, в пятницу, 2 октября в Париже встретятся лидеры нормандской четверки. При их участии в феврале был выработан Минский мирный план, дополнением к которому, по словам Мартина Сайдика, и стало сегодняшнее соглашение об отводе техники. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...